Всем привет! Это Историческая Капля и мы говорим с вами о Минске. Это мой родной город и я хотел бы вам рассказать его историю, показать удивительные места и его красоту. Вместе с нами вы заглянете в самые укромные уголки нашего города. Существуют различные предания о том, как же появился город Минск. И одно из них гласит, что в стародавние времена был знахарь и богатырь по имени Мерес, который поселился на реке Свислочь рядом с дорогой и построил там необычную мельницу с семью колесами, которая молола не пшено и не зерно, оно мололо каменной волной. При этом, издавая такой грохот, который отпугивал всех недобрых и злых людей, и в то же самое время он привлекал добрых и пытливых. Также Минск выходил в полночь и раздавал мучной хлеб людям и собирал молодых и сильных людей свою дружину, которые позже селились рядом с его необычной мельницей и позже образовали новый народ, который стал центром нашего с вами любимого города Минска, который в то время назывался Минецк. Есть схожая версия, но она уже про дочь местного Водянова, которую звали Свислочь. Именно отсюда пошло название местной городской реки, которую вы можете увидеть у меня за спиной. Девица пользовалась огромной популярностью среди молодых людей, потому что она была необычайно красива. Многие, в том числе Перун и Жижель, пытались ее сосватать, но красавица оставалась непреклонной. Когда же пришло время отдавать дочь замуж, Водяной приказал выбрать себе избранника. Для этого они должны были пройти несколько испытаний, одной из которых было то, что избранник должен был съесть каменный свадебный пирог. Поскольку никому не удавалось это сделать, Свислочь долгое время оставалась одинокой. После того, как она распугала всех своих женихов, она очень сильно расстроилась и опечалилась. Постоянные насмешки над желающим взять ее в жены постепенно отталкивали божественных существ. И в конечном итоге желающих среди них просто не осталось. Тогда Водяной предложил дочери обратить внимание на простых смертных и найти себе избранника среди людей. Если же она найдет кого-то, он обещал построить на этом самом месте большой город в ее честь. Красавица была поражена находчивостью и изобретательностью местного молодого князя по имени Менеск, который нашел способ, как же выполнить ее последние испытания со свадебным пирогом. Для этого он построил необычную мельницу, которая малого камень. Именно поэтому он смог сделать из этого камня что-то съедобное. Так Свислочь нашла своего любимого. И на этом месте позже появился город-крепость Менеск, который получил название от этого самого князя. Подводя итоги, давайте проведем такую мини-викторину и все-таки выясним, кто же сватался к Свислочи. И варианты ответов следующие. Перун, Юпитер, Ярила, Аполлон или даже бог. Свои ответы присылайте к нам в комментарии, мы их сразу прочитаем и ждем вашу реакцию. Субтитры создавал DimaTorzok